Приветствую вас, честно говоря, читая ваш текст, я оказался на таком, знаете, перепутье, да, как бы это не банально звучало, да, я оказался на перепутье, вот, потому что, с одной стороны, то, что вы пишете, это показатель довольно серьезных проблем у вас, вот, проблем не только в противоречиях, как таковых, на их отсутствие указывает то, что вы достаточно плотно держитесь за свои установки, достаточно плотно держитесь за свою точку зрения, готовы отстаивать ее, спорить даже, может быть. Вот, скорее, проблемы связаны с тем, как вы воспринимаете мир, как вы воспринимаете женщин, как вы воспринимаете проблемы, и какие вы хотите построить отношения, и что для вас отношения. Скажу сейчас только, что с учетом того, что вам 34 года, у вас нет семьи и детей, ну, по крайней мере, так можно предположить, исходя из вашего текста. Это, конечно, говорит о неких проблемах в восприятии противоположного пола и, соответственно, в негативном опыте, возможно, взаимодействии с этим противоположным полом, нежелание, нежелание завершать ошибки, нежелание чувствовать боль, желание защититься, вот, то есть это все такая вот рационализаторская деятельность, это все рационализация, защита психологическая, вот, но все это вместе образует некую такую модель поведения, которая как бы структурирует отношения с девушками для вас. А любое структурирование отношений является опасным. Ну, хотя бы по той причине, что у вас есть психологическая защита, что девочка-психолог, она общается с вами, она моментально вас раскусит, и либо будет помогать вам преодолевать то, что у вас происходит, а это нужно преодолевать, потому что ты даже не преодолевать, да, а разбираться, ну вот. Либо она просто, не знаю, хочет быть сладой. Понимаете? Может быть, девочка-психолог увидит в вас того, кем вы являетесь, и постарается раскрыть этого человека. У нее это получится, она это сделает, но вы не захотите быть с ней после этого. И это, конечно, довольно серьезная такая ситуация, к которой вы, скорее всего, не готовы. Как ни готовы, вы, возможно, и к отношениям полностью здоровым, не неврактическим, как вот сейчас они, как вот сейчас вы к ним стремитесь. Я отвечу вам на вопрос, на ваш, то есть, скажу, где искать, скажу, как быть, но потом все же, все же я пройдусь по вашему тексту, особенно по дополнениям, вот, ну, вообще по тексту, просто по всему тексту пройдусь, и, соответственно, дам какие-то свои комментарии. Вот. Значит, моя рекомендация вам будет такой, я сразу говорю, что ответы коллег своих я не читал, потому что слишком много, вот. Значит, поэтому, если будут какие-то совпадения, то, соответственно, прошу меня попросить. Значит, ситуация следующая. Самый лучший способ, на мой взгляд, опять же, если вам не подходит идея, да, осваивать психологию самому. Самый лучший способ это обратиться к психологу в кабинет. Вот. Интересно, что вы пишите в роли пациента. У психологов нет пациентов, психологи работают с клиентами, это большая разница. Осталось выяснить, оговорочка ли это у вас серьезная, что вы назвали себя пациентом, или такая, больше техническая, системная, от незнания. Ну, практика показывает, что первый вариант ближе. Так вот, наиболее эффективный способ познакомиться с женщиной и психологом, это сперва стать ее клиентом на длительное время, ну, минимум на пару месяцев работы раз-два в неделю по какому-нибудь вопросу. Вот. После этого, как правило, психологи оставляют свои, ну, контакты, да, координаты, некоторые психологи оставляют свои телефоны, вот. После этого вы предлагаете этой женщине, если она вам понравилась, если она вам подходит, ну, в смысле, что она не жената, да, что, вот, если не замужем, простите, вот, у нее, у нее нет мужчины, да, вот, ну, или вы сомневаетесь в том, например, не видите у нее на руке кольцо и так далее, вот. Вы предлагаете этой женщине общаться с ней, да, как друзья. И таким образом тот контакт, который у вас имеется, он служит фундаментом для того, чтобы вы были, чтобы вы дальше развивали свои отношения. Вот. Мне кажется, мне кажется, что это самый лучший вариант для вас, потому что идеально подходит под ваши запросы, да. То есть не хочу заниматься психологией, хочу себе женщину-психолога, вот. Ну, соответственно, именно такой вариант, на мой взгляд, наиболее подходящий вам. Вариантов, в принципе, от меня больше не будет. Поэтому, если вы пришли сюда исключительно только за конкретным советом, за рекомендацией, то на этом, в принципе, вы можете, наверное, видеозапись выключать, потому что больше ничего по этой теме я говорить не буду, скорее всего. Вот. Дальше я буду говорить исключительно только про вас и, соответственно, про ваши проблемы, переживания, как они видят со мной. Вот. Значит, Андрей, что мне увиделось из того, что вы написали, вот первые две строчки, да. Здравствуйте, меня зовут Андрей, возможно, мой вопрос покажется не серьезным, но, тем не менее, это не так. Вот понимаете, уже есть противоречия, уже есть какая-то неуверенность, уже есть некое такое, знаете, метание, как бы. Да, то есть, не серьезный вопрос. То есть, чувство, что что-то не так, есть, а вот назвать правильно, что не так, ну, не получается. Это нормально, потому что, своими словами, назвать это вы не можете, это логично. А вот, значит, момент здесь такой. У вас не не серьезный вопрос. Вопрос-то, как раз, серьезный. У вас вопрос, он звучит так. У меня есть проблемы, у меня есть проблемы, у меня есть желания, мои желания, которые я для себя вижу возможным удовлетворить только определенным одним способом. Вот. И из-за этого я понимаю, что это, как бы, немного по-детски, я боюсь, что меня не примут, я боюсь, что меня засмируют, я боюсь показаться глупым. То есть, здесь как, недооценка, недооцененность своих желаний, как это я вижу, недооцененность своих желаний, плюс косный способ их реализации, то есть, по сути, только один способ. Вот. Ну вот. Далее. Я хочу познакомиться в личном плане с женщиной-психологом или психотерапевтом. Вы знаете, вот, как вам сказать, есть, на мой взгляд, две позиции, две точки зрения. Согласно которым, да, человек либо является психологом, психотерапевтом только когда работает, в остальное время он обычный человек, то есть, абсолютно обычный человек, без вообще каких-либо, эм, значит, особенностей своих, своих, да. То есть, люди просто относятся к этому, как к работе. Вот. То есть, если на работе я такой, ну, как бы, формальный, да, формализованный, а в жизни я другой, другой, да. Вот. Это первое. Первый тип людей. И второй тип людей, это которые постоянно, постоянно являются психологами, ну, и психотерапевтами. Да. То есть, которые всех, всех людей подразделяют на коллег, да, учителей и пациентов, ну, клиентов-пациентов, да. Вот какого-то такого среднего варианта, а я так подозреваю, что именно средний вариант вас интересует. Вот среднего варианта нет. Потому что человеку сложно удерживать себя на вот этой вот золотой середине, так сказать. Если понимаете, о чём я говорю, конечно. То есть, то есть, человек сам по себе, он достаточно, ну, слаб, он склонен к тому, чтобы как-то вот тяготеть к какому-то полису, да, и он это делает. Так вот, если вам уже сейчас сложно познакомиться с женщинами-психологами, потому что вы не знаете, где их искать, то представьте себе, что среди общего количества психологов, женщин, людей, которые адекватно используют своё специфичное знание, да, именно специфичное знание, ещё меньше. И такие люди, такие люди, они, ну, точно, знаете, не одни. То есть, шанс, конечно, есть, но вероятность того, что вы такую женщину встретите, что она будет свободна, очень маленькая. Вот. Дальше. Значит, так, очевидно, что пытаться делать это у них в кабинетах, пребывая в роли пациента, бесполезно. Ну, это совершенно так. Другой момент. А бывали вы в кабинете, и если так, то, соответственно, с какой целью, работали ли вы с психологами и так далее. Вот. Других местах впечатлить вы и отличить их от обычных людей крайне затруднительно. Вы удивитесь, что на самом деле не так сложно. Человек, который является психологом по своему характеру, по своей конституции, по своему взгляду на жизнь, достаточно легко определить. Это совершенно понятно, что не каждый человек может стать психологом, и не каждый, кто психолог, кто обладает дипломом, психолог является психологом в личностном смысле этого слова. Так вот, люди, которые вот являются психологами, да, я сейчас не говорю об образовании, кстати, интересно, что вы уделяете внимание именно образованию. Это у вас определенный такой пунктик, пунктик, что женщина должна иметь образование психолога, то есть образование психолога, что всего лишь образование и всего лишь вершина айсберга, вы это как-то упускаете. А если дело не в образовании, то круг женщин, обладающих теми качествами, которые вы перечислили, существенно расширяется. Если дело в образовании, то, соответственно, это уже ваш изобрет, это ваш, ну, скажем так, что-то незавершенный гестальт, скажем так, да, для простоты. Вот, и, соответственно, с этим нужно работать. Почему вы, например, такое большое значение придаете именно психологическому образованию, да, вот, понятно. Так вот, значит, определить этих людей достаточно легко. Они ведут себя раскованно, они ведут себя свободно, они улыбаются, они знают себе цену, они со всеми приветливы, приветливы, они вежливы. И вам с этим человеком легко окажется, что вы знаете его всю твою жизнь, это ваш друг. Вот ни много ни мало, но именно такие достаточно легкие в общении люди, которые, знаете, охотно вступают в диалог, вот именно они являются теми, кого вы ищете. И совершенно справедливо я полагаю, что это далеко не только психологи. Если у вас пунктик именно насчет психологов, то это, еще раз повторю, ваш в чем-то где-то незавершенный гестальт, либо это проявление какой-либо защитной реакции вашей психики. Дальше, значит, вот интеллигентные, пищевые, образованные, способные корректно донести свою мысль до собеседника, умеющие слушать и слышать. Это не обязательно человек, у которого есть психологическое образование. Вот. Более того, психологическое образование не обеспечивает того, что вы перечислили. Не обеспечивает. Особенно в России. Дальше, значит, указанные профессии пищевые способствуют развитию лучших женских качеств, а их представительница является воплощением для меня своей женственности и сдержанной красоты. Так, ну, если вас не интересует психология как наука, откуда вы, собственно, можете знать, что психология развивает женские качества? Откуда, если вы не увлекаетесь психологией и не изучаете ее и не знаете, что это такое? Откуда вы это считаете? Я считаю. Откуда. Далее, как психология, да, связана с женственностью и сдержанной красотой? Здесь у вас есть некий, вы знаете, запрет, да, как мне видится, на, скажем так, сексуальность. Есть такой запрет на свободу сексуального поведения. То есть, я так подозреваю, что вы стремитесь к моногамии, но такой достаточно сильной моногамии. То есть, я имею в виду, что вы, может быть, ревнивый или вы неуверенный в себе человек. Вот такая у меня идет обратная связь от того, что вы пишете. Ну и женственность, еще раз повторю, женственность никак не обусловлена психологическим знанием. Наоборот, исходя из того, что знаю я, в психологе, если психолог профессиональный, то женственности в таком человеке становится меньше. Вот, очень жаль, что вы этого не знаете, но, тем не менее, это так. Ну, а красота, как я уже сказал, почему красота должна быть сдержанной? Как вообще красота? Как красота может быть сдержанной? Для меня загадка. То есть, человек либо красивый, либо нет. То есть, что это за сдержанная красота? Как? То есть, полукрасивая, что ли? Понимаете? Ну, это странно, конечно. Звучит здесь. Опять же, вы пишете, кроме того, психологи более дисциплинированы в отношениях, как мне кажется, пишете вы. Но на основе чего вы сделали такие выводы? Психологи не дисциплинированы в отношениях, психологи более въедливы в отношениях, они больше уделяют этому внимание, и это далеко не всегда хорошо. Опять же, это зависит только от качеств человека, так сказать, от его характера. Вот. Понимаю, что для устойчивости и гармоничности пары желательно, чтобы партнеры примерно сопоставимы по социальному статусу и уровню образования. Откуда у вас этот данный стереотип? С чего вы решили, что гармоничность пары обусловлена сопоставимостью по социальному статусу и уровню образования? Нет, нет, нет и еще раз нет. Для любви, для чувств, все это не важно. Понимаете? Вот поэтому вы, поэтому вы и не можете найти себе спутницу жизни, потому что у вас есть четкие условия сопоставимых по социальному статусу и уровню образования. Ну, Андрей, правда, вы серьезно считаете, что для эмоциональных отношений важно, сколько у тебя денег и какое у тебя образование? Правда? То есть, если вам человек понравился какой-то, а вы его не приняли только потому, что он ниже вас по статусу и уровню образования, то или выше, то все? Это не ваш человек? Его не надо добиваться? А как же любовь? Как же безусловное принятие человека? Как же вот это вот желание что-то делать для другого безусловное и не важно, кто он, что он из себя представляет, я просто люблю его и хочу для него что-то делать? О любви ли вы говорите? Если о партнерских отношениях, тогда немножко другой момент. Тогда можно говорить о взаимодополнении. Это да. Но опять же, взаимодополнение ни в коем случае не определяется социальным статусом и образованием. Дополнение, взаимодополнение определяется тем, что у одного партнера есть, того у другого партнера нет и наоборот. То есть мне кажется, что у нас здесь просто вот идет жесткий какой-то запрет на отношения, установки просто ограничивающие запреты, ну вот. Думаю, что вполне соответствует этому критерию, ну вот да, вот, вот, искать женщину себе под стать, это, наверное, самое непродуктивное, что вы можете сделать для построения отношений. Ага, вот, значит, ну и где искать таких женщин, на этот вопрос я уже ответил, вот. В том, что редкие и сложные для освоения профессии, для получения которых нужно приложить много упорства и, вероятно, требующие определенных личных качеств. Знаете, вот, опять же, странно, странно считать подобные вещи от человека, который не увлекается, не занимается, не работает в сфере психологии. Ничего сложного в этом нет. Упорство нужно только в одном аспекте, вот, по сути. В остальном, не в остальном, только вот то, что личностные качества требуются, да, но опять же, и личностные качества отступают на второй план, если человек решает связать свою жизнь с психологией и начать делать на этом деньги. Бизнес и психологические тренинги, вам пример, пожалуйста, там люди, которые, вот, по личностным качествам, ну, никак не могут быть психологами, но они ими являются, они ими являются, они занимаются психологическими тренингами и считают, что это нормально, в порядке вещей. Понимаете? То есть, психолог – это профессия, и как любой профессии, ей может овладеть любой, каждый. Будет он хорошо выполнять свою профессию или нет, это уже детали, но получить профессию может любой. Как он будет делать свою работу, да, это уже зависит от личностных качеств, понимаете? Кроме того, психологическое образование можно использовать не напрямую. То есть, вот у вас здесь, ну, понимаете, вот действительно есть некая идеализация, но про идеализацию я сейчас скажу тоже. Так, значит, то, что вы довольны профессией, вам 34 года не испытывают что-то резко менять в своей профессиональной жизни, это хорошо, но почему резко? Почему резко менять? Зачем? Начните изучать азы психологии. Вот. Начните с курса общей психологии. Вот. Просто можете в интернете лекции найти, послушать, можете почитать книги по общей психологии. Вот. И вы увидите, что ни о какой женственности там речи вообще-вообще не идет, например. Вот. Значит, дальше вы пишите, скорее, мне просто хотелось бы построить более-менее осознанные отношения, основанные на доверии и взаимовлажении. Ну, во-первых, здесь, опять же, сразу бросаются глаза, то, что вы говорите осознанные. Слово осознанные здесь вообще не в чем, потому что осознанные это значит совсем другое. Вы используете синкрет. И вот это вот синкретические образования, они, мне кажется, встречаются у вас довольно часто в вашем тексте. То есть вы что-то говорите, но вы имеете в виду совсем другое, а говорите вот этими словами. Итак, к сожалению, синкретические образования есть у людей, которые не достигли личностной зрелости. Вот. Я, конечно, не знаю вас, не могу судить, но не хотелось бы говорить, что вы личностно незрелый человек, но я рекомендую вам на это обратить внимание. Свою, да, то есть вот, что такое осознанный, что такое сознательный, вот и так далее. Здесь, правильно сказать, сознательные отношения. Но вот насколько сознательные отношения лишены или имеют чувства, насколько для вас допустимо сознательность отношений. Чтобы это не вредило вам. Вот это нужно разбирать. Понимаете? Далее. Отношения, основанные на доверии и на взаимном уважении. Все здорово, то, что доверие и взаимное уважение. Но, первое, доверие это личные границы. Это ваши личные границы в первую очередь. И это уважение к себе. Но, о каких личных границах можно вести речь, когда у вас есть, ага, четкая установка, какой должна быть ваша женщина. О каком уважении может идти речь, если у вас есть четкая установка, что уважение достойно только такая вот женщина. Вы можете возразить, нет, я уважаю всех женщин, просто считаю, что вот эти наиболее подходят для отношения. Какая разница? Это и есть то же самое, то, что вы говорите. Это и есть, по сути дела, этот достойен уважения, этот партнер, а этот партнер не достойен уважения. А уважение, если оно взаимное, оно безусловно. Только на безусловном уважении, искреннем уважении всех женщин можно с кем-то построить отношения. Понимаете? Вот. Ну и совершенно очевидно, что личные границы, которые необходимы для доверия, у вас не предостроены. Потому что, с одной стороны, вы говорите о сдержанной красоте, а это определенные запреты. Там, где запреты, там, соответственно, нарушена коммуникабельность, нарушена социальная активность. Вот. С одной стороны. С другой стороны, вы производите впечатление человека, который, ну вот я уже говорил, не уверен в себе, да. И вот здесь я, на самом деле, колебаюсь сказать, что именно. У меня такое ощущение, что где-то вы чрезмерно откровенны, из-за чего страдаете, где-то чрезмерно закрыты, из-за чего тоже страдаете. О каком доверии можете здесь речь? Вы хотите для себя безопасности. То есть вот в женщине-психологе вы видите безопасность для себя. Но это ваша проблема. Проблема безопасности. Вам нужно ее решить самому и только тогда уже вступать в отношения, ибо никто, в том числе и женщина-психолог, не будет решать эту проблему за вас. Дальше. Возможно, с психологом пишите, вы удалось бы избежать тех ужасающих ошибок в отношениях, которые можно прочитать в вопросах других авторов на этом сайте, и которые так часто можно увидеть в жизни. Здесь у вас отстранение происходит, да, то есть какие-то ужасные ошибки других людей на сайте, в жизни. У вас есть ошибки? Ваши ошибки. Если есть, какие выводы вы сделаете? Это первое. Второе. Что значит избежать ошибок? Ошибок избежать, избегать точнее, не нужно. Ошибки были, есть и будут, и они нужны. Не сделайте одних ошибок, сделайте другие ошибки. Ошибки необходимы. Ошибки позволяют вам личностно расти. Каждому из нас помогают личностно расти. И то, что вы хотите избежать ошибок, говорит опять же о том, что вы недостаточно личностно зрелый человек. Ну, опять же, это только лишь признак. Я не знаю, есть ли это на самом деле, так ли это на самом деле, но я полагаю, что хотя бы предположительно, хотя бы того, что вы написали, это можно. Надеюсь, это вас не обидит. Дальше. Я несколько идеализирую психологов, пишите вы, я согласен с этим, но я не вижу в этом ничего криминального. Опять же, криминального действительно ничего нет, в плане того, что это не преступление. Но, идеализация, это, а, ожидание. И если эти ожидания не оправдаются, то это идет разочарование. Вот. А поскольку идеализация от слова идеал, то ожидания, скорее всего, не оправдаются. Вот. Потому что отношения строятся, когда ничего не ожидаешь. Когда человека принимаешь просто вот таким, какой он есть, а у вас уже есть ожидания того, как женщина-психолог будет себя вести. Соответственно, если она себя так не будет вести, все, у вас разочарование, фрустрация, негатив, возможно, агрессия. Ну, или, скорее всего, закрытие в себе, я так думаю. Вот. Это первое. Второе. Идеализация, это форма нереализованных ваших желаний. То есть, мы идеализируем то, чего мы хотим. Вы идеализируете доверие и взаимное уважение. Соответственно, эту проблему нам с собой вам нужно решить, перестать идеализировать, и тогда уже вы будете нормально выстраивать отношения. Далее. Когда вы говорите, что все мы идеализируем кого-то, это не более чем защитная реакция. Мол, все мы, так чего я? Вот. Вы пишите, неужели из-за этого нужно от чего-то отказываться? Не очень понял, из-за этого, из-за чего? Отказываться от чего? Отказываться от своих желаний, которые лежат в основе идеализации. Нет. От этого не нужно отказываться. Я даже больше скажу, вы не сможете отказаться от своих желаний. Но если не отказываться от идеализации, да, нужно, чтобы не было ожиданий, чтобы не было разочарований, чтобы человек мог ожидать, что вы примете его таким, какой он есть. А не будете ждать от него постоянно, что он будет вести себя каким-то определенным образом. Вот. Так. Тем не менее, я считаю, что невозможно встретить человека, которому не подойдет среди психологов больше. Выделите критерии человека, который вам подойдет, выделите критерии, тщательно их обдумайте, и вы поймете, что среди психологов этих людей не больше чем среди представителей любой другой профессии. Абсолютно. Нет, нет. Я存zuf okay. – Дальше. Так. Эм, значит. Я хочу видеть слабую женщину-психологов в своих руках. Господи. Андрей. Я, честно говорю, вот, я не знаю, может быть, Вы… эм… ну, пошутить… Решили своим текстом, ну не знаю, понимаете, просто это звучит настолько странно, я хочу увидеть слабую женщину-психолога в своих руках. Не может быть слабой женщина-психолог, не может она быть такой. А если может, то она вам не подходит, а то она не ведёт себя как психолог, и того, что от психолога вы ждёте, от неё ждать не придётся. Или у вас, прямо, знаете, вот как говорят, как это, импринтинг, вот, вспомнил слово, импринтинг, у вас такое, знаете, влечение именно к интеллектуальной женщине, у вас прямо тяга к женщине, именно к психологу. Это, опять же, ваш пунктик. Это, может быть, фитиш, фитиш, может быть фитиш. Но, в таком случае, видите ли, фитиш – это специфичная такая, специфичная такая модель поведения, да, то есть, они лучше говорить как-то сразу и выяснять отношения партнёра к этому. Ну, кому-то это подходит, кому-то нет, да. Дальше, вот вы говорите, пускай даже плачут. Ну, вот не знаю, знаете, вот, не знаю, опять же, это из области предположений, да, исходят мои выводы. Но, пускай даже плачут, означает, что вы вообще-то считаете, что женщина плакать, ну, не должна, или нежелательно, чтобы она плакала. То есть, даже плачут. То есть, для женщины плакать – это нормально. А ваша задача – это оговорочка, опять же, по Фрейду. То есть, анализы – это означает, что вы, подсоединяйтельно, не готовы, чтобы женщина плакала, или вы этого, понимаете, нежелательно. Вот. Ну, вот, в целом, в целом, вот так я могу вам ответить на ваш вопрос, и вот так могу разобрать то, что вы написали. Вот. Значит, что я могу порекомендовать? Ну, порекомендовать я могу вам поработать с психологом, желательно с мужчиной, чтобы вы не воспринимали женщину, как, значит, ну, как потенциального партнера своего. Вот. Разобрать все те проблемы, которые я озвучил. Может быть, еще какие-то другие проблемы. Убрать ненужные установки, которые вас ограничивают и объединяют. И после этого, после этого уже быть более открытым. Вот. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы дополнительные, пишите в личку. Я буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Если вы решите написать дополнение, то, пожалуйста, напишите мне в личку о том, что вы это сделали, потому что по-другому о дополнениях можно узнать только, если повторно открыть вопрос. Соответственно, для меня, да, это не имеет никакого смысла, да, то есть я ответил на вопрос, зачем мне его еще открывать. Еще раз. Вот. Если хотите, соответственно, чтобы я ответил на дополнение, то обязательно известите меня об этом. Вот. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.